И всем привет, ребята, с вами Строманки, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем играть на одной очень интересной пушке, которая вчера меня поразила, удивила и сделала что-то невероятное. Вчера на стриме мы с ребятами тестировали пушки на возможность набития киллов и старались сделать как можно больше киллов за одну матчмейкинговую катку, и та самая пушка, которую я, если честно, в последнее время считал уже неметовой, неинтересной, показала себя просто нереально жестко. Это пушка Смока, и сегодня мы в рамках этого видеоролика будем ее тестировать, посмотрим, что у нас получится сделать в рамках видоса на ней, ну и, конечно же, будем играть с Викингом и с дроном, который называется Гипперион. На мой взгляд, это лучший дрон для реализации этого сочетания, поэтому я надеюсь, что у нас получится дать с ним хороший результат. Ну и отправляемся в бой, по резистам, единственное, я сейчас одену дефолт тик, а именно рикошет, гром и скорпион. Ну и по режиму нам было бы неплохо попасть куда-нибудь, где не будет досрочки. А где у нас может не быть досрочки? И чтобы была максимальная эффективность нашей Викинга Смоки, вчера я хорошую катку дал в ЦП. Давайте попробуем ЦП. По Смоке у меня на нее одето устройство ЭМИ-снаряды, ЕМП-снаряды, то есть, которые наносят статус эффект ЭМИ, отключают расходку. Здесь вы можете попробовать поиспользовать и ту же Смоку с пробитием, но я для себя все равно, как в старые добрые времена, сохраняю это устройство. Но если вдруг сейчас будет большое количество иммунитетов от нее, может быть мы что-то поменяем и возьмем другое устройство. Если же все будет хорошо, то я думаю, что мы его сможем пробовать реализовать и ничего не менять. Викинг под эту Смоку сочетается очень хорошо. Я даже не знаю, что можно использовать лучше, чем Викинг. Но можно пробовать какой-нибудь, наверное, паладин в теории. Но с Викингом смотрится очень симпатично. По крайней мере, это сочетание. Мне нравится, что можно на нем выдать. Поэтому пробуем, пробуем реализовать эту замечательную комбинацию. Единственное, нам надо, чтобы повезло с картой. Обязательно повезло с картой. Чтобы это была не какая-то... О, шикарно! Супербольшая, хотел сказать, карта. Она закидывает как раз-таки на борду. Резистов от Смоки в последнее время большое количество не встречается. В рамках этого боя, например, сейчас есть два реза. И то 1.25 всего лишь процентов. Викинг... Ой, не Викинг. Диктатор что-то тут хочет делать. Не знаю, что он хочет, но он начинает мне зачем-то мешать. Мне мешать не надо. Не надо мешать. Так, я пробовать буду, наверное, таки больше играть здесь слева. И уже от этой левой зоны стараться и на накидочку. Скидывать хорошее количество урончика. И дополнительно, конечно же, хотелось бы еще пожить. А если пожить, то пожить можно было бы противника вообще на респе. Резав главное, чтобы от Смоки большого количества не одели. Тогда у нас возможность реализации этой пушки будет великолепная. Пока что 7 уже киллов за 1 минуту мы даем. Так, в чате с нами здороваются. Давайте пишем. Так, и 58% овердрайва у меня уже есть с первого респа. Что является очень неплохим результатом. Поэтому давайте пробовать, если что, играть здесь больше в киллы и больше в противника. Чтобы еще мои статус эффекты все работали идеально. Было бы просто шикарно. Чтобы мы постоянно киллы могли дать дополнительные. Так, здесь статус эффект не срабатывает. И меня уносит нарез. 9 киллов уже есть. Сейчас я быстренько обдумаю, где мне лучше здесь прожимать овердрайв. Слева, слева, слева. Ну давайте, наверное, слева. Да, слева от респа и потом туда вкушивать будем. Наверное, это будет хорошая зона. Для реализации, по крайней мере. Хотелось бы в это верить, что она будет хорошая. Главное, чтобы здесь противник всегда ехал. И чтобы мы могли здесь перестреливать. Что касаемо смоки. Я до вчерашнего дня думал, что она все так же неэффективно багует и не наносит стабильный урон. Но после того, как я вчера на ней покатал, я очень сильно удивился тому, что с ней, по сути, нет никаких абсолютно проблем. Блин, плохой овердрайв. Очень плохой овердрайв. Если честно. Было 4 танка. Просто в тайминге я думал, что сейчас как раз таки по этим 4 танкам мы и накидаем урончику. Но, к сожалению, не получилось реализовать всю эту замечательную комбинацию. Так, все статус эффекты еще срабатывают. 13 килов. 13 килов. Скиллоп. У нас пока что. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы здесь супербыстрой досрочки у нас не было. Если будет очень быстрая досрочка в бою, то это тоже будет не очень круто. Не очень кайфово. Но, если что. Если что, этот расклад в теории. В теории может быть. И тогда уже будем смотреть. Может быть, еще даже одну катку сыграем. Но мне хотелось бы верить, что здесь не будет быстрой досрочки. И мы сумеем нормальное количество килов в рамках этого боя. Ну и вообще хорошо сыграть этот бой сможем. Так, противник с резистом от смоки есть передо мной. Еще и с иммункой от Эмми. Но это вообще просто жестко. У них вообще 3 иммунитета есть от Эмми. От пробития, что у них по иммунитетам. Может быть, мне взять попробовать смоку с пробитием. По сути, она должна работать так же само, как и Эмми. Только наносить подольше статус эффект. Другой, да. Что у них там? Пробитие, пробитие. Два пробития у них есть, да. В принципе, наверное, особо сильно тогда не поменяется ничего. Если я буду на Эмми, либо на пробитие. Если там два, там один. Там, в принципе, ничего у нас не поменяется. Ладно. Тогда будем просто пытаться дать как можно больше киллов. Наша задача вообще пожить, пожить. Я на Гиперионе. Пока что я, если честно, свой Гиперион не сказал бы, что хорошо реализую. Потому что особо жить у меня долго не удается. И еще появляется против страйкер жесткий, который меня уносит. Три резиста от смоки. Это, я бы даже сказал, наверное, большое количество резов. Потому что в последнее время такого количества резистов никто не использует от данной пушки. Поэтому я, можно сказать, попал от самое неприятное, что может быть. Но ничего страшного в этом нету. В целом, я думаю, что главное это, конечно же, чтобы у нас не было резистиков. В супер большом количестве. То есть, два реза это такое. Это я бы не сказал, что супер серьезно. Если еще нормально накидочку оформлять и жить именно на респе у противника, то можно... Я думаю, что здесь свои моменты, конечно же, реализовывать. Так, что у нас вообще здесь появляется? О, четвертый рез от смоки появляется. Блин, четыре это, конечно, уже очень много. Четыре это уже начинает переходить стадию как раз-таки не самых приятных моментов. Но, ладно. Так, мне надо еще, наверное, будет сейчас поменять резист здесь. Потому что я вижу, что у нас здесь противник играет. С оглушением есть две... А, здесь даже еще и две смоки. Две смоки есть еще с Эмми. Или одна смока с Эмми. Вроде как одна смока с Эмми и одна еще с оглушением. Немножко непонятно, как работают эти все статус-эффекты. Так, у нас есть тайминг. Ужать овердрайв. Вижу перед собой два противника. Можно их попробовать унести. Отлично. Даже три противника удалось унести с овердрайва. Не сказать, что это большое количество киллов. Не сказать, да. То есть, в принципе, это не самый хороший результат, который может быть для реализации. Но в целом пойдет, 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 пойдет. Смока очень плотно играет против как раз таки... Пять резов от смоки. Песяточки уже взяли. Ну, ё-моё. Ну, это просто ужас. У нас что ли есть еще смоки? Мне кажется, что у нас... Смок нету. Но пять резов, это просто ужас. Пять резов от смоки. Я такого не видел, честно. Вот чтобы в матчмейкинге брали такое количество резов от этой пушки. Вообще, на сегодняшний день, как по мне... От нее никто не берет резисты. Ну, не берет от нее никто резисты. Ну, вот сто процентов я вам даю, что от нее резисты не берут. А тут целых пять. Просто пять резов. Пять. Трайкер пытается свестись. Конечно, мы... Сами не попадаем. И он попасть не может. Но, блин, ну это же ужас. Какое количество резов. Видеть от пушки, которая, ну, на мой взгляд, не является метовой. Это очень много. Это прям безумно много. Это безумно много. Ну, ладно, ничего страшного. Будем пробовать и против такого большого количества резов до конца этой катки сделать максимум. Так, аптечку выжимаем. Четыре противника выкушивают зону. Ефть. Жестко. Так, мы давайте возьмем иммунку сейчас от как раз-таки Эмми. Ой, Эмми, говорю, оглушение. И возьмем, переоденем смоку на смоку с пробитием. Потому что я заметил, что там уже этих Эмми побольше будет. И теперь вот как раз-таки по тем танкам, которые меня выпушивали, пробитие может неплохо залететь. Там-то мы и посмотрим, насколько эффективно это замечательная смока. Крит, кстати, там залетел. Самый главный вопрос, сколько секунд работает пробитие. Все равно на средней дистанции попасть на смоке не сказал бы, что просто. Не сказал бы, что это прям максимально легко делать. Ну и когда противник тебя, конечно, контролирует, то ситуация уже твоя на карте немножечко меняется. Когда тебя узнают, когда пишут, что «Привет, Вань, привет!» И начинается сразу вот этот вот контролинг, эта вкидка урона. То ситуация уже чуточку-тюточку понеприятнее будет. Ну ладно, ничего страшного. Пробуем все равно свои киллы дать. 5 минут у нас еще есть. 28 есть. До 50 если дотянуть, то, наверное, в рамках такого боя будет неплохо. Конечно, не получается здесь долго, к сожалению, пожить. А на таком вооружении как раз-таки, чем вы дольше будете жить, тем больше очков вы в целом заработаете. Потому что это смока с гиперионом. А гиперион как раз-таки и нацелен на то, чтобы вы как можно дольше жили и за эту долгую жизнь давали ближе к респу противника как можно больше киллов. А если у меня такой как раз-таки возможности долгой жизни нету, то и реализация моего сочетания будет значительно хуже. Особенно против большого количества резистов. Так, и катку, кстати, мы тоже проигрываем. И проигрываем ее, ну, довольно-таки бесшансово. Поэтому вчерашний бой, когда я тушанул на смоке, прям очень добро. Ну, наверное, это было хорошее стечение обстоятельств. Ну, либо же здесь просто. Мне чуточку не везет. Ну, и то, что я поменял, кстати, смоку на пробитие. По итогу у нас уже 4 или 5 пробитий появилось. То есть уже пробитий даже больше в моменте, чем иммунитетов. Вернее, да, иммунитетов под Эмми. Поэтому здесь тоже не совсем грамотное решение у нас залетело. Так, попробуем прожать овердрайв. В таком вот среднем тайминге. Ой, со смоки так. Не сказал бы, что просто попасть под овером. Кажется-то, летит-то она легко. Но за счет того, что ты разгоняешь ее под овердрайвом, она немножечко становится такой более рандомной. За счет этой рандомности уже есть ситуации, когда так легко не залетает. Как легко не залетает ваше смока. Так, ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Есть шанс у нас, кстати, камбэкнуть эту катку. Остается 3 минуты до конца. По телам пока что не все так круто, как хотелось бы. Так, пробуем, пробуем добить. Нет, к сожалению, не добьем. Наша задача, я думаю, что законтролить здесь левую точку. Если тиммейты упадут в центр, то будет все неплохо. И плюс сверху, конечно же, конечно же, желательно было бы желательно было бы еще один овердрайв накопить, как минимум. 800 очков у нас пока что. В рамках этого боя имеется. Так, и я, конечно же, буду пробовать сейчас в эту левую точку упасть. Ой, хорошо, крит раздается. Под критами. Ой-ой, паладинчик овердрайв просто в меня вжимает. Откаточку назад делаем. Хочет, хочет, хочет он меня здесь переиграть. Но нормально тиммейтик меня страхует. Пробуем сразу покидать дополнительный урон. Есть контактик. Пробитие, хорошо. Минус аптечка. Отлично, великолепно. Чуть-чуть откатываемся. Трайкер упарывается на боковом стрейпе. Пытается дополнительный урон накинуть. Викинга Твинс пушится тоже с иммункой. Полторы минуты, 80% овердрайва. Одна оверка у меня точно здесь будет в моментике. Кстати, вот интересное сочетание наш тиммейт использует. Я так смотрел. Ареса Жига. Ареса Жига играет молодой человек. Такой необычный очень. Необычное вооружение. Для меня лично. Ну ладно. Так, пробуем не отдать точку. Пробуем накидать дополнительный урон. Но меня сливает. А у вас по фриз минута до конца 35 киллов. Всего лишь-то 35 киллов у нас в рамках этого боя. Что делает наш Магнум я не понимаю. Он точно играет не ЦП. Он явно играет какой-то другой режим в этой игре. Так, ну и мы пробуем забирать. У вас походит в другую зону. Пробуем накидывать по Гаусу. Отлично. Его мы уносим. Все точки начинают уходить под захват нашей команды. У меня есть овердрайв, который, конечно же, нам нужно здесь реализовать. И желательно его реализовать грамотно. Так, противник выпушивает. Отлично. Блин, Гаус. Гаус! Эх ты ж, Гаус, Гаус. Ну вот вам и новый Гаус обновленный, который может такую грязь сделать. Так, пробуем центральную точку додержать. Чтобы мы эту катку не проиграли. Победу в свою копилку записать. Так, еще дополнительный урон. Еще, 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 еще. Докинуть, 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 докинуть. Хорошо, есть плюскил. Страховочка точки. И победа в нашем кармане. Но по итогу, конечно, даже до тысячи очков я не долетел. Даже до тысячи очков. Но что касаемо смоки, в целом, да. Если учитывать тот факт, что если вы никакой там ни стример, ни утубер. И вас никто не знает. И никто от вас, конечно же, резист брать не будет. И упарываться тоже. То на подобной смоке, в рамках матчмейкинга, можно дать сейчас, на сегодняшний день, хорошее количество киллов. Реально. Да, то есть у меня вчера, например, в рамках матчмейкингового боя на стриме получилось дать 70. Я думаю, что сейчас стабильно по 50, по 50, может быть даже в среднем, да. Даже, может даже больше, можно давать на этой смоке. Она будет эффективно работать. В первую очередь, за счет того, что от нее нет резистов. Во-вторых, количество критов у нее довольно-таки частое. Что вы используете ее с маку с пробитием, что вы используете с маку с эми. Но мне кажется, что эми будет поактуальнее, если иммунитетов как раз-таки от эми не будет. И с викингом под овердрайвом 3-4 кила стабильно. При нормальном прожатии можно выдавать. Плюс, гиперион это как раз-таки то устройство, ой, устройство, говорю, тот дрон, с которым вы сможете именно играть от вражеского респа. То есть, если вы будете играть ближе к респу и там жить, то гиперион будет очень сильно окупаться. И вы будете за счет этого дополнительные киллы и очки иметь. Поэтому вот вам одно из вооружений, которые многие забыли и которые сейчас можно очень хорошо реализовать. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы мне присоединить новые видеоролики. Не забывайте, конечно же, про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте. Мой личный тег это тегтемп. Устанавливайте его, поддерживайте меня. Ну и, конечно же, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкойнов. По тегу сейчас этот розыгрыш проходит и вся информация по нему в описании имеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.